всем добрый день сегодня решил набрать немного валежника для камина и здесь он есть в этом лесу мы сейчас едем и нифига я не нарушаю никакие постановления мы сейчас едем по дороге общего пользования просто не все дороги асфальтир даже реклама висит казалось бы это лес но это дорога к товариществу садовом и по ней ездить можно есть печальные события я оторвал у себя кусок пластиковой защиты пыльника и причем оторвал при совершенно глупых обстоятельствах то есть я разворачивался там лежал бревно я подумал что клиренса хватит чуть зацепил это бревно раздался и можно было остановиться выйти как бы там набрать его моя назад сдал чуть-чуть но и вырвал кусок такой треугольный сейчас я его покажу вот об это бревно как раз я и за сандалил свои защиты я выезжал и мне чуть-чуть как чуть-чуть его задел и за делаю видимо вот этим . вот этим вот точно и короче я потом на ровную поверхность выйду я покажу как это все было пробито у меня очень здорово покажу вот машина чтобы сориентировать геопозицию там не аллергия стимбайт вот он кусок пластика который торчал вниз не буду его отгибать да ну как факт вот он вот этот пыльник весь и как бы вот здесь вот он сочком проломился вот так вот торчал вот так я вообще заправил туда вовнутрь вовнутрь заправил туда и в принципе не знаю что делать напишите в комментариях вообще забить на это дело забить на это или чем менять пыльник пластиковый или может его попробовать склеить этот треугольничек вот он треугольник вот этот вот и вот так вот он сюда торчал в принципе ни на что не влияет выпасть сам не должен что чё с ним делать я не знаю единственное это констатирует то что все-таки это защита на вот это пыльник пластиковым фуфловой так что пластиковая защита на рав 4 2020 извиняюсь за мой французский полное говно то есть на нее рассчитывать нельзя и просто блин при малейшем вообще соприкосновение с чем-либо их она сюда напомню ну вот в принципе конечно на рафе ехать гораздо более уверенно чем я ездил на полике тут хотя я ездил тут и на полике никаких проблем вот но сейчас такая погода висит тучи может дождь пойти конечно на кроссовере увереннее он и повыше чуть-чуть а вот такая дорожка уже пошла что если две машины то они не разъедутся ни хрена уже как бы то будет очень сложно разъехаться ну тут уже совсем такой лес начинается но кто-то тут есть я думаю что любители любви вот даже есть парковочное место для таких ребят и в принципе тут даже и чисто костер какой-то все обычно все это салфетками завалено тут как-то культурные любители любви ездят ну даже пошли корни но все равно на легковой машине пока еще можно проехать на жигулях так вообще без проблем на полике тоже я думаю никаких вопросов не будет но все равно когда клиренс повыше ехать приятнее вот уже ветки начинают цеплять машину вспоминаю свой у вас сделаны в распуте со светкорезами модельку заезжать не будем здесь где-нибудь час будет место на парковке такая прям зелень лесная камера конечно помогает паркануться навсегда когда паркуетесь для молодых водителей смотрите куда идет ваше правое крыло вот это пищат кусты в принципе с осторожности конечно желательно смотреть на эти все пики но не все из этих пиков они конструктивные наши секунд попадает под парктроник то все ханаев он будет пищать вот он там сигнализирует что жопа жопа а на самом деле там просто травинка которая никакого вреда машине принести не должно сейчас я сразу чуть отрулюсь так чтобы меня второй раз не задеть это бревна приобрели вот такой секатор сучка рез или как он правильно называется прикольное что там была этикетка сказать чистый японский прям в японии собирается японская сталь тут и даже тот чехольчик так очень классный такой клипс снимаешь и прям секатор шума машина не повредил но единственное что смутило как бы это не ватрошки сделано все было то есть там такие ошибки грамматические типа вместо ветки вверху написано ну чё с японцев взять хотели по-русски написать короче сейчас и поищу такие вот палки вот они здесь две лежат уже если они без муравьев то их можно порубить настоящий валежник все честно можно порубить их причем старый никто их не заготавливал им потом используется в камин ну и вот этот вот ствол который мне поломал машины я тоже порублю использую я думал что этого достаточно вот это вот гриб трутовик и очень хорошо положить в дымарь либо от комаров просто дым использовать если в лесу ночуешь тут лежат еще всякие валежник но по ходу дела он да нет вот это нормально а вот этот уже совсем гнилой не пойдет на коптере тут будет сложно взлететь можно конечно но рисково прикольно что тут вот даже есть места куда люди заезжают прям видно такие любовники тут все чисто либо кто-то за ними чистит либо уж такие культурные любовники а вот уже дерево превратилась совсем рядом с городом очень чистый лес времена войны здесь шли бои если зайти практически здесь везде есть остатки укрепительных сооружений всякие землянки полуразрушены полу завалившиеся сохранились до наших дней а 20 или 30 лет назад тут были даже четкие очертания бревна в этих землянках сейчас уже их не осталось не улетела белой машины это хорошо в лесу ее далеко видно хотя ухты дерево и стал вот такой звук как будто дверь открывается скрипучий нет это дерево конечно какие-то цветочки лесные я как городской человек понятия не имею что это такое вот сухое дерево одно стоит среди живых ящик не подумал поставил машину под вот это дерево она в общем-то достаточно такой крен имеет большой и не шарахнется ли она на машину очень на крышу вы нужно быть внимательным с этим вот это совсем недавно проезжала машина потому что брызги из лужи еще не высохли странно место вроде глухое здесь если идем дальше совсем свежие следы что какой-то дорожник всем свежие следы сегодня ездили а тут вообще идет дорога она достаточно такая достаточно накатанная гораздо больше чем-то но пони очень редко ездит судя по следам вряд ли ближайшие сутки пони кто-то ездил коммуникации проходит значит что газ не такой что глухой вес а тут кто-то ехал цепанул думаю наверняка ландкрузер скорее всего конечно это был прицеп хотя все зависит от трезвости водителя который здесь ехал а вот наша машина которую видно издалека не всегда интересовал один вопрос как нет один телевизор разобраны кинескоп отдельно корпуса отдельно как зачем здесь как они сюда попали он как вот похоже на землянку потому что вот это вход а вот это вот у нее вот тут был накат ну вот все что осталось от землянки кто-то мусор сюда покидал уже а кто-то тут защищал родину а вот тут тут были какие-то герои любовники которые жгли костер даже жарили что-то судя по вот этим установка тут конечно есть какие бумажки вообще в принципе чисто то есть это не так как где-то вот на придорожных всяких придорожных парковках таких диких вот она ветками она уже есть муравейник да нет в принципе можно посечь и берем вот эта воронка от снаряда и сейчас не видно дорога а вот она воронка чуть углубление осталось вот она воронка там растет что-то полезное видимо земляник вот она земляник а а а Субтитры сделал DimaTorzok Что я хочу сказать, друзья мои Хорошо заточенной пилой Буквально это на 7 минут Вот я попилил, сложил в раф И повезу домой Я думаю, это эквивалент Наверное, 3-4 мешкам То есть я сэкономил Сколько? Ну, 700 рублей Зато Свежак Экологически чистый И сделанный, собственно, руками С любовью Закрываем тент Ну и погнали ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА